Каждое утро у Светланы Панько начинается с осмотра больных. Выверенными движениями заведующая детским инфекционным отделением проводит пальпацию, интересуется самочувствием и назначает лечение на ближайшую неделю. Таков минимальный срок пребывания больных с кишечными инфекциями. В этом году таких пациентов меньше, чем в прошлом, а значит, пока резких вспышек болезни не предвидится. В текущем году эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями характеризуется как стабильная. По результатам проведенного анализа заболеваемости за 5 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по области регистрируется снижение заболеваемости порядком на 20%. Если брать по отдельным нозологиям, то по сальмонеллезу произошел небольшой прирост на 1,3%. По вирусным кишечным инфекциям, по ротовирусным, снижение произошло где-то на 22%, а по энтеровирусным инфекциям снижение произошло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кишечными инфекциями болеют и взрослые, и дети. Однако наиболее восприимчивы к этому недугу маленькие пациенты до 2 лет. Зачастую это связано с несоблюдением мамами правил ухода за детьми. Довольно часто при кормлении используется не кипяченое молоко, не свежие компоты и салаты, а также не всегда обрабатываются бутылочки для смеси. Слабость, ухудшение аппетита, сильные боли в животе, повышенная температура. При первых признаках кишечной инфекции нужно немедленно обратиться к врачу. Если мама видит, что ребенок заболел, и если ребенок болеет тяжело, то есть она видит, что у него частый жидкий стул, и ребенок много жидкости теряет с жидким стулом, то зачастую мама справиться просто не может, особенно если у ребенка рвота присоединяется, идут потери жидкости. Тогда нужно вмешательство врачей, чтобы иногда даже и спасти ребенка, потому что вирусные кишечные инфекции протекают у детей иногда очень тяжело. Не стоит забывать, что теплое время года – особый период, когда увеличивается риск групповых заболеваний кишечными инфекциями. Выпускные балы, юбилеи, свадьбы сопровождаются застольями. Эти знаковые события могут быть омрачены болезнью. Соблюдение простых мер профилактики, как правило, помогает избежать нежелательных последствий. Каждому из нас перед приемом пищи, перед началом приготовления пищи, необходимо, конечно же, мыть руки, соблюдать чистоту в наших жилых помещениях, и в частности на кухне, где мы занимаемся приготовлением пищи. Следующее правило гласит о том, что необходимо отделять сырое от приготовленного. То есть сырые продукты, мясо, птицы, морепродукты, яйца должны храниться отдельно от готовых блюд. И, соответственно, для данных сырых продуктов необходимо использовать отдельные ножи, разделочные доски. И следующее, на что бы хотелось обратить внимание, это то, что пищу, конечно же, при приготовлении необходимо хорошенько прожаривать и проваривать, потому что термическая обработка, она по-своему является основным гарантом безопасности наших приготовленных блюд. К сожалению, после перенесенной острой кишечной инфекции иммунитет не вырабатывается. Повторно можно заболеть уже через 3-4 месяца. Поэтому, если вы и ваши дети еще не обзавелись привычкой мыть руки перед едой, самое время ею обзавестись. А немытое яблочко может сыграть с вами злую шутку. Если и не заснете, как сказочная белоснежка, то в больницу угодить можете, как вполне реальный персонаж.